На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну и в завершающей части нашей программы «Утро на Болткоме», как всегда, мы говорим о культуре, о том, что ожидает в ближайшее время ценители классической музыки. И с нами на прямой связи пианистка Мирием Польский. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас слышать. Сложные времена, мы всегда, когда сталкиваемся с музыкантами, обычно, ну как-то уже по традиции, начинаются с каких-то обсуждений того, как вы пережили вот это непростое время, когда были ограничены выступления и практически вообще полностью отменены. И вот для, я понимаю, музыкантов это очень большой вопрос самодисциплины, чтобы не потерять свою форму, если не выступать перед публикой. Да, это было безумно-безумно трудно, потому что, как вы сказали, когда нет выступлений, некоторые музыканты просто как бы перестают играть. И это было очень-очень сложно, я очень долго не играла вообще, потому что как-то заниматься не хочется тоже. И не было учеников, тоже все вообще отменилось, как бы как-то странно вообще музыки как будто бы не стало. Даже прислушиваться к музыке было как-то не фан. Где-то так год это длилось. И кроме этого вообще было неизвестно, или когда-нибудь вообще все это вернется, если вернется когда и как. И вообще это до сих пор еще не совсем ясно. Да, конечно. Но вот что касается других музыкантов, все-таки скрипач копит деньги на свою скрипку Страдивари. Там у саксофониста есть свой тоже любимый инструмент. А вот пианисты обычно выступают, когда они отправляются на гастроли на чужих инструментах. Вот насколько для вас, ну вот, есть ли какой-то комфорт, знакомство с чужим инструментом выступления? Ну, мы привыкли к этому. Как бы такая ситуация всегда была. Нам всегда нужно просто привыкать к разным инструментам. Иногда это очень приятно, потому что они могут быть очень-очень хороши, конечно. А иногда уже не очень хороши. И это просто нужно как-то... Иногда это очень трудно, конечно. Но с опытом мы как-то привыкаем к этому, мы уже настраиваемся на это. Конечно, это желательно было бы, чтобы мы могли как бы заниматься на инструменте, на котором мы будем выступать. Но иногда бывает, что это тоже невозможно. Это, конечно, очень, да, это трудно. А были какие-то вот инструменты, которые действительно остались у вас в памяти? Боже мой, я бы хотела такой увезти домой. Ну, конечно. Конечно, их не забывают, вот эти инструменты. К сожалению, это невозможно. И просто мы... Я всегда надеюсь, что вдруг опять так получится, и сюрприз будет. Но на самом деле нам всегда... Нас всегда учили, нам всегда говорили, что нужно уметь играть на любом инструменте. И вот так, так и есть. Да. Правда ли, что у пианистов существует какая-то определенная, ну, я не знаю, специализация по композиторам? То есть вот есть композиторы, которые лучше подходят под темперамент, под... Ну, вообще, вот это мой композитор, его я с удовольствием исполняю, а кто-то не так ложится на душу. Да. Да, конечно, абсолютно. У меня есть свои любимые композиторы. Я, конечно, играю, в принципе, ну, почти все. Но... То есть все композиторы, все, как бы, стили классической музыки только. Но у меня, конечно, есть свои самые любимые композиторы. И мне очень приятно, когда нужно их, ихнюю музыку играть. А кто это, если не секрет, и вот, может быть, сразу... Не секрет. Кто, кого вы будете исполнять на концерте, вот памяти Дмитрия Башкирова? Да, на концерте, это в субботу, я буду играть музыку Брамса, который мой самый любимый композит на самом деле. И Моцарта, и Рахманинова. Это три очень любимых композиторов. Но Брамс, я думаю, наверное, самый любимый. Почему, может быть? Есть ли какой-то секрет в этом? Я думаю, что мне это трудно объяснить. Во-первых, музыка, конечно, просто изумительная. Вот все, что он написал, все, что я когда-нибудь слышала и играла тоже, это все просто настолько гениально и красиво, и романтично. И это как perfect. Идеально, да. Не помню, когда. Идеально, идеальная музыка. Мне и... Он был, конечно, пианист, и... Тоже гениальный, наверное. К сожалению, нет записей. Но вот стиль, вот как он писал для рояля, мне очень удобно играть его музыку. Это не значит, что это легко. Но это очень как бы... Ну, совпадает с вами. Да. Совпадает. С вами совпадает. Да, совпадает, да. И его... Это трудно объяснить, на самом деле. Я помню, самый первый раз, когда я начала играть его произведение, я думаю, что мне было 14 лет. И это было его трио. Один из его трио для фортепиано, скрипки, велончели. И я просто влюбилась в него. И каждый раз, когда нужно было играть какое-то новое произведение, это другое ощущение, чем почти любой другой композит для меня. Но, конечно, Моцарта и Рахмайнова я тоже очень люблю. Еще Шостакович очень любимый. Это такой, конечно, расширенный ответ на вопрос, любите ли вы Брамса. Да. Со всеми подробностями. Его музыка мне нравится. Может быть, несколько слов о вашем учителе, которого вы учились в Испании, Дмитрии Башкировой, в памяти которого посвящен концерт. Что для вас значит его имя? Ну вот, чему вы научились у него? Это трудно вообще. Так быстро объяснить. Но я у него училась три года так официально в школе в Мадриде, Escuela Superior de Música Reina Sofia. Это было в 90-х годах. Но я с ним осталась в связи много лет после окончания моей учебы с ним. Можно сказать, я думаю, что я могла бы сказать, что он меня научил играть на рояле на самом деле. То есть я как бы, я уже играла на рояле, конечно, а то бы и даже не, то есть как бы трудно было бы поступить к нему. Но я думаю, что даже вот, например, в техническом смысле, вот как просто вот технически играть на рояле, это не значит только как научиться играть быстро. Но вообще вот все, что как бы техника игры на рояле, так, я забываю, извините. Вот что это значит? Это значит в смысле звука, в смысле… Можно по-английски некоторые слова? Конечно, конечно, мы все это понимаем. Как бы экспрессион и стиль особенно романтичный, так, более современной музыки. Я думаю, что то, что вот как он меня научил, это больше меня никто вот так не учил, ни до него и ни после. И, конечно, это огромная трагедия, вот личная и не только личная. Но это мои как три-четыре года с ним были очень такие интенсивные. Он был очень такой, как, overwhelming, я не знаю, как по-русски сказать, во многих смысл. Но, да, как бы было не всегда легко, но даже как бы трудно, трудно объяснить. Это будет, я думаю, для меня и для моих друзей, коллеги в субботу будет очень, наверное, даже нелегко играть. Просто у вас в фейсбуке я видел, да, фотографию вашу совместную, которую вот вы опубликовали. Очень действительно такая трогательная фото, где вы с ним вместе запечатлены. Да, это фото было из Зальцбурга, я думаю, там, где мы вдвоём только, да? Да, где вы вдвоём только, да. Да, это фото было из Зальцбурга, где он каждое лето преподавал мастер-классы в Моцартеум. Это такой, конечно, знаменитый фестиваль. Ну, и мы туда к нему ехали, чтобы подготавливаться на конкурсы, потому что он каждый день просто готов был заниматься с нами, много часов подряд. И я помню этот момент, я помню, где эта фотография была снята, и, да, unforgettable. Незабываемым, да. Незабываемым. Да, скажите, вот вы упомянули конкурсы, насколько действительно конкурсы важны для современного артиста, музыканта, потому что, ну, мы действительно часто наблюдаем, что занимавшие второе и третье место всё-таки затем становятся более известными, чем даже победители конкурсов. То есть это не всё зависит только от первого места. Да, это не зависит только от первого места. Я думаю, что конкурсы – это такая очень сложная вещь. Я думаю, что там нужно… ну, конечно, все играют блестяще, очень хорошо. И я думаю, что нужно, ну, как, fair amount of luck. Ну, удача, да, удача. Удача тоже, и, конечно, ну, есть просто… можно удачно сыграть, можно неудачно сыграть. Я думаю, что, конечно… как это… джадж? Как говорят джадж? Да, судить. Судить, извините, да. Судить, да, судить вообще музыку и музыкантов – это очень трудно, конечно, потому что это не вот как спорт или там другие как бы способы, где очень ясно, вот кто самый быстрый, кто самый лучший. Я думаю, что вообще искусство – это очень субъективная вещь. Конкурсы, особенно, может быть, международный очень тоже сложный как бы мир. И очень часто бывает, что, конечно, вторая, третья, четвертая, пятая премия тоже могли бы тоже выиграть первую премию. И даже такие, которые не выигрывают никакие премии, тоже бывает, конечно, что потом им как-то все очень повезет. А и бывает наоборот тоже, бывают первые премии, которые… я думаю, что даже эта премия им бы, наверное, не очень бы помогла. In the long run, потому что иногда просто неинтересные музыканты. Так что, я думаю, зависит, кого спрашивать. Давайте спросим еще раз вас, Мире. Ваш коллега, и я так понимаю, в субботу вы выйдете на одну сцену. И Вестур Шимкус недавно нашим с Олегом Эфири сказал, что конкурсы, в принципе, переоценены, и они теряют свое значение в современном мире, и, в общем-то, престижность их тоже падает. Вы согласитесь или оспорите? Я согласна абсолютно. И я еще могу сказать, что я думаю так тоже из-за того, что я сама сидела в жюри, не только выступала как конкурент, но я сидела в жюри несколько раз и на международных конкурсах, и на камерную музыку, и на фортепианы конкурсы. И я могу вам сказать, что это безумно сложное вообще как джоб, потому что сидит как в жюри, там много людей, у каждого свое мнение. И я знаю, что иногда, ну, как бы решения, они не совсем, как бы мы не все согласны. И там разные, тоже политика, конечно, и я думаю, что я согласна с этим, абсолютно согласна. Я думаю, что вообще, ну, в конкурсах тоже, я думаю, есть хорошие стороны, потому что нужно очень много заниматься конкурсом, и это вообще хорошо. Я думаю, что даже просто из-за этого это очень хорошо подготавливается конкурсом, когда молодые, как пианисты или студенты, но результат этот конкурс, это очень напряженный как-то микрокосмос такой. И иногда бывает, ну, иногда, как сказать, иногда результаты как-то странные. Ну, да. Да. А вот как вам кажется, со временем молодежь все-таки воспринимает классическую музыку, то есть видите ли вы молодых людей в зале, и многие ругают, говорят, что нравится только хип-хоп и рэп, но тем не менее, вот интерес к классической музыке. Я думаю, что, я знаю, что так многие говорят, что интерес уже его мало, и что придет день, когда больше не станет, но я это слышу уже очень-очень-очень долго, очень много лет. Я думаю, что я это слышу вообще с тех пор, как я была очень, вообще ребенок, и всегда говорили, что нет будущего, и это правда, что в концертных залах, generally speaking, публика не очень молодая, это правда, мне так кажется тоже. Но есть публика, и вот я сейчас на прошлой неделе играла как бы турне такой, три концерта, три разные программы в одну неделю, а залы были совершенно заполнены вообще, sold out. И это, причем, у нас пандемия такая, и мы думали, что вот только что открыли вообще зал, и никто не придет, но несмотря на то, что публика была не очень молодая, но была публика, и я думаю, что это всегда так будет. Я не верю, что не будет интереса классической музыки, никогда вообще. Все засиделись дома, ну понятно, открылись залы, и хочется, хочется, и вам хочется играть, и нам хочется слушать, и вот это приятное совпадение произойдет в субботу в концертном зале «Дзентери». Да, на фестивале «Артиссимо», спасибо большое, мы напоминаем, что Мири Емпольский, выдающаяся знаменитая пианистка из Израиля, которая приехала в Латвию специально выступить на концерте памяти Дмитрия Башкирова в рамках фестиваля, сегодня была с нами, спасибо вам большое. Спасибо, Мири. Спасибо, Мири, удачи. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания. Ну, а мы заканчиваем утро на Болткоме, напоминаем, что эфир радио Болтком продолжается, и впереди еще много интересных программ, в частности, программа «Очевидец». И следите за новостями на портале Микнюсова.